Салют, друзья! Новая Ерекаловщина, новая неделя. Мы вернулись с хоккейными новостями. Дим, какое главное событие было на прошлой неделе, которое удивило тебя? Ну, конечно, то, что в КХЛ может появиться новый клуб. Это Борис из города Нур-Султан. Потому что Астану собираются переименовывать в честь бывшего президента Казахстана. И Борис пугает клуб из Балашихи, собакой, которая лает-лает, а она оказалась с подпиленными клыками и в наморднике. Я Адамире Распаеве. Поехали! За счет чего Салават преобразился или Цулыгин идет по стопам Билла в плей-офф, набирая обороты по ходу? Очевидно, что Цулыгин это не классический уфимский тренер, это не Михалев, это не Быков за Харкиным. Это, да, конечно, это тренер, который Салават ведет по рельсам оборонительного хоккея, по рельсам где-то отката. Они с автомобилистом первый матч, когда они в третьем периоде выиграли, они играли в откат практически все пятерки на синей линии. И у них только этот способ действий, чтобы выйти в следующий раунд. Это откат, это надежная игра в обороне, и это большинство, это чисто билловские такие каноны. У Бельгинова тоже была крутая спецбригада, Морозов, Зарипов когда-то, легионеры в прошлом сезоне. Вот и у Цулыгина сейчас есть иностранцы, есть Ткачев и есть неплохая система игры в защите. А Цулыгин уже наиграл на контракт на следующий сезон или это будет понятно после... На контракт со СКА, да, конечно же, наверное. Но да, конечно. Цулыгин наиграл, я бы сказал, наверное, что и натренировал, и наиграл. Я бы сказал, что он даже после прохода первого раунда заслужил контракт на следующий сезон и отсутствие каких-то претензий к нему глобальных. Ну и 0-4 уже не будет, соответственно, в этой паре. Конечно, уже не будет, да. И я скажу, что да, можно рассуждать о том, что Магнитка была совсем не готова к плей-офф. Но там, извините, там тренер, экс-наставник сборной Чехии. Намного опытнее Цулыгина. Здесь с автомобилистом, ну я скажу, что скорее автомобилист местами играет не в свой хоккей. Автомобилист отдал первый матч, хотя имел шикарное преимущество, 40 бросков. И автомобилист в первом матче в Уфе сыграл абсолютно не так, как он играет обычно, отказался от своего лица и зачем-то стал играть вторым номером. А Уфа держит примерно один курс и, конечно, это заслуга Цулыгина. Есть ли информация, мы продолжаем рубрику «Зеленый вопрос», есть ли информация по Бурдасову, по Ткачеву? Ну, я не знаю, какая информация по Ткачеву, есть информация, что Ткачев в большом порядке. Как тебе такая инсайдерская информация? Он зарешал третий матч практически в одиночку, ну вот его именно крутые нестандартные решения. А по Бурдасову есть информация, что он выбыл до конца сезона. Спрашивали у Цулыгина, будет ли он играть в уфимских матчах. И вот он уклончиво сказал, ну нет, в уфимских не будет. Но я знаю, что у Бурдасова реабилитация после травмы и 6 недель, уже, наверное, 5 недель, ему нельзя даже кататься. То есть это практически конец сезона. И русские врачи ничего толку не могли ему сказать. Он слетал в Штутгарт и там ему местные доктора сказали, что нет никакого хоккея, никакого льда. Давай в продолжение. Готов ли Ткачев к НХЛ? Стоит ли ему туда ехать после этого сезона? Что ты по этому поводу думаешь? Чушь, что говорят именно о физических данных Ткачева. Что он маленький, что он щупленький. Примеров мы много видели. Масса примеров. Джонни Гудро, Джонсон из Тампы. Это тот же Панарин, на самом деле, который чем-то похож на Ткачева. И Вова показывает даже в этом плей-офф, что он может сделать гол из ничего. Он может нарисовать. И таких нестандартных игроков не так уж и много в нашей лиге. И они особенно ценятся там. И ошибочно, когда туда едут всякие Плотниковы, Калинины, Любимовы. Потому что только за счет габаритов можно перейти. А таких древесных материалов там выше крыши. А Ткачева другая проблема. Он не всегда готов себя перебарывать. Не всегда готов через трудности проходить сам. А там никто не будет облизывать. Что-то не нравится – едь в АХЛ. Не нравится в АХЛ – едь обратно. Он будет пробовать. Он будет пробовать. Но нужно менять отношение к себе. И не жаловаться на судьбу, на тренеров. Нужно быть более кусачивым. Слушай, мне кажется, у него всегда настолько есть путь… Билет обратно всегда, чтобы попробовать и вернуться примерно на те же деньги, на те же контракты. А, как правило, больше деньги, потому что сам такой вот… Игрок НХЛ, сколько бы ты ни был, ты уже в другом статусе возвращаешься. Конечно. А тем более наши клубы типа ЦСКА еще скажут, там, мы возвращаем наших русских из НХЛ. Мы побороли на руках… Сергей Шумаков НХЛ, да? Да, да, да. Давай, переходим к нашим казахским друзьям. Почему болельщики Бориса не замечают, что их команда играет грязно и грубо? Такой есть вопрос. Вообще, это очень… Давай, считаешь ли ты, во-первых, что Борис играет грязно и жестко? А потом уже, собственно, к прямому вопросу. Борис начал играть жестко после того, как «Авангард» вынес их лидеров, вынес Петерсона. Летели локти Емелина в других игроков Бориса. И вообще, это такая интересная история, когда болельщики двух клубов смотрят один матч, и они уверены, что судья валит именно их команду, что грязно играют именно чужие хоккеисты. «Авангард» всю первую серию ныл, выл, и сами игроки с тренером, и в основном болельщики, что нас Казань убивает, они психуют, они ничего не могут сделать. Теперь стал уже плохой «Авангард», потому что убивают игроков Бориса. Борис начал отвечать и выбил зернова с Михеевым. Так что это плей-офф, ребят. А то, что болельщики Бориса не замечают что-то и устраивают много истерик, это болезнь роста. Борис дальше первого раунда толком не забирался. Для них плей-офф – это редкость, это вот что-то такое практически неизведанное еще. И, конечно, у фанатов Бориса рвет пуканы. После каждого случая они думают, что… Игрок проезжай-мю говорит, а проходите, пожалуйста, вот вам как бы шайба. Иностранный клуб, они думают, что их в России никто не любит, что вообще уезжайте из нашей лиги. Ну, это издержки роста, издержки… У финнов такая же история. Что они думают, что… Конечно, да. Что они не потому, что у них команда прямолинейная, а тренер идиота. Потому что русские «Газпромовские дяди» их засудили. Давай. Переходим в славный город Танкоград. Откроют ли комментарии в социальных сетях «Трактора», если, как я понимаю, там сменилось руководство? Расскажи про эту всю историю. Сняли уже губернатора Дубровского, он же президент «Трактора». Пока что на момент выпуска записи нашей Дубровский еще остается президентом «Трактора», но это формальность. Конечно, без власти в регионе он никому не нужен будет в клубе. И никому не будут нужны его прихлебатели Сеничев, Губарев, директор клуба «Егерменеджер». Потому что Губарев – это его бывший соратник по комбинату Сеничеву, а Губарев – это одноклассник Сеничева. Так что, да, конечно… Никакого клубаства. Никакого. И, конечно, откроют комментарии, конечно, я уверен, будут позитивные изменения, потому что хуже быть не может с точки зрения имиджа. Имидж засрали в Челябинске, откровенно. И там пришел новый губернатор, который болельщик московского футбольного «Спартака». Возможно, это настали хорошие времена для ФК «Челябинск». Звучит, как диагноз. Да, да. Извините. И цвета «Трактора» станут красно-белыми. Почему? ЦСКА перестали поставлять игроков в хоккейный клуб «Сибирь»? Ну, есть две версии. Есть две версии на этот счет. Это правда, почему поставщик дает сбои. Первая версия чуть более такая фантастическая, что Фастовский с Исмантовичем просто жестко поругались. Было это на совете директоров на одном из заседаний, где Фастовский был против того, что ЦСКА хотела отодвинуть, и в итоге добилась своего отодвинуть потолок зарплат на один сезон введения жесткого потока. И после этого Исмантович сказал, не дождетесь больше ваших Ожигановых, Кубрушевых и прочих Ермаковых. Будем мариновать у себя. Да. Другая версия, вторая. Так. Это то, что просто в ЦСКА сказали. Так. Мы вообще-то бабки вваливаем у вас, да? Нам Путин когда-то сказал, что нужно обошлять ЦСКА. Мы это делаем. А вы раздаете игроков, они потом нам забивают. То есть Шумакова отдали, он там зажигает где-то, да? Там один, другой, третий. У вас есть фар-клуб «Звезда»? Вот туда, пожалуйста. У них в итоге сейчас играет первая пара Ермаков-Беляков. Но я скажу, что это вторая пара Сибири. Это вторая, третья пара крепкой команды плей-офф. И в итоге они практически никому даже в скрытую аренду не отдают. Я уж не говорю о том, чтобы менять и отдавать насовсем. Подожди, а у нас что, есть скрытая аренда в КХЛ? Изменится площадка у Сибири со следующего сезона? Как я понимаю, она станет финская. Изменится ли что-нибудь после этого? Повлияет ли это на что-нибудь? Нет, но, может быть, у тебя есть более развернутое мнение по этому поводу. В общем, если говорить о размахах площадки, то тут надо говорить вот о чем. Круто не то, что у Сибири будет финская площадка, а то, что будет площадка-трансформер, которую можно менять практически по мгновению, по щучьему милению, с финской на классическую, с классической на канадскую. И если будет какое-то международное соревнование, можно будет подстроиться. Если говорить конкретно о финской площадке, то вот если обычный зритель включит матч на КХЛ ТВ, он не заметит… Какая команда, на каком льду играет? Да. И в финской коробке нет такого большого кардинального отличия от классической. И что интересно, вот перед этим сезоном перешли на финскую в Нижнекамске, в Подольске, в Казани. Ни одна команда не прошла дальше первого раунда. Нижнекамск не вышел в плей-офф. Плюс канадские коробки у Хабаровска и Владивостока. Где Адмирал с Амуром? Можно списывать на это все. Говорят, ребят, тут дело в площадке. Ну, то есть у нас же правильно понимать, что у Адмирала все проблемы в площадке были. Больше не было проблем. Я думаю, что есть проблема в том, что командам, которые играют в домашний матч на одной площадке, а все остальные на европейских, нужно перестраиваться. Это другие борта, другие отскоки, другие углы же, по большому счету, все. Ты привык от борта отправлять и можешь как бы... Во Владике есть коробка европейского размера за ширмой, тут же на этой же арене, тренировочная. У них еще какая-то возможность тренироваться там есть. У других команд, насколько я знаю, нет такого. Давай, насколько правдивы слухи о переходе сейчас Лингрена в Сибирь? Давай. Тебя эта фамилия развеселила? Рассказывай подробнее. Это грандиозная просто утка, запущенная была в болельческих таких рядах. Она даже не сильно растиражирована, это внутрях такой. Говорили о том, что якобы вот шведский защитник из системы Торонто, молодой, приедет на 90 миллионов в Сибирь на зарплату. Тогда Фастовский сойдет с ума и из... 90 миллионов. Представляешь, сколько игр? 90 миллионов просто переведет вот этот, нажмет на кнопочку. Конечно, нет. Лингрен это из той же оперы, что Дель Курта. Я, кстати, узнал имя тренера швейцарского, которого сватали якобы из Сибирь. Да-да-да. Из того же психологического дома, откуда и Лингрен, а там же и Дель Курта. Это старичок из Швейцарии, из Давоса, который 22 года Давосом руководил. Его сняли и поставили туда в Виталинше. Не будет ни того, ни другого, сто процентов. Даю зуб, ставлю пивко. Слушай, ну может они и крыло продают на 90 миллионов. Мы же пока планы по продажам не знаем или попкорн, прикинь, как пойдет продаваться. Или в Икею фрикадельки продавать, да? Ну конечно, конечно. Собственно, для чего еще шведы нужны? Ну вот, да. Понимаешь, возможно? Возможно. Все, давай не будем отрицать. Поехали дальше. Давай, вопрос от Алексея Красикова. А будут ли в Сибири защитники-легионеры? Видимо, очень надо. Я думаю, что будет. Я думаю, что будет защитник-легионер, потому что сохранили практически все нападение. И в принципе отказаться от одного нападающего-легионера из трех можно. И будет грандиозная перестройка в обороне. Нет только проблемы в нападении. Какая она есть в защите? То есть, слабое место. Да. А русских защитников на рынке не так много. Какие есть приличные, все дорогие. А из ведущих защитников, тех, кто может закрыть большинство, остается, по сути, из ценных защитников Демидов и Логинов. Поэтому, да. Я бы, наверное, распределил легионерские позиции так, что вратарь, защитник, ну и, наверное, три нападающих. Более общий такой вопрос про Сибирь. Есть ли инсайды про Сибирь, Дим? Всегда спрашивают. Я отвечаю. Инсайд про Сибирь. Холодно. Ходят медведи здесь. Вот про Сибирь инсайд. Но если про хоккейный клуб говорить, то практически процентов на 90 уходят Пиганович и Климонтов. Климонтова изначально брали скорее на подмену, на подхват, чтобы опытный более-менее человек заткнул дыры по ходу сезона. Пиганович, и это из-за травмы, и это по другим причинам все-таки не оправдал ожиданий, у него был нормальный контракт. Его вообще, кстати, брали в Сибирь, во многом из-за того, что у Логинова были проблемы со здоровьем летом. То есть Логинов подвылетел, нужен был опытный, Логинов вылетел на ЦАН. И поэтому, собственно, Пиганович взяли, ну и нужен кто-то, конечно, помоложе и более злой, и у кого со здоровьем получше дела обстоят. Ну и не про капитанил, он так, как всем бы хотелось, как бы там отношения. В Келтово, да. Что думаешь по заинтересованности клубами Якуповым? Он снова такой, как я понимаю, неплохой в форме, и может ли он вернуться в НХЛ, или там будут ли какие-то рассматриваться варианты по КХЛ? Есть, конечно, такая теория заговора, что эту информацию вбросил его отец Раил Якупов. Раил Якупов один из боссов нефтехимика, и Раил хорошо общается с газетой, с сайтом, который опубликовал эту информацию. Я не верю в то, что на Якупова… Поднимают ценники. Да, 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 я думаю, поднимают ценники и запускают эту агентскую мухобойку. Но Якупов неплох, он нестабилен, конечно, но у него есть снайперское чутье, он нашел, наконец, свою игру и будет глупейшим поступком сейчас срываться и ехать туда, где у него систематически не получалось. Окрепнув здесь, провести 2-3 сезона и уехать туда уже состоявшимся игроком, который, наконец, нащупал свои плюсы и превратился из бей-беги форварда какого-то более разностороннего игрока – это да. Уезжать, как только ты здесь немножко уже почву нащупал под ногами – это абсурд. Слушай, мне кажется, достаточно средняя регулярка была, и при этом фамилия его начала снова звучать в плей-оффе, где он вовремя и влетел. Да, он начал сезон круто, как он начинал практически во всех клубах – и в Сент-Луисе, и в Колорадо, потом он погас. То есть это какая-то особенность Якупова, я не знаю, это просто парадоксом Якупова можно будет назвать. То, что он не погас окончательно, то, что он в плей-офф проснулся, как подснежник из-под тонны говна вылез – это да, это молодчик. И поэтому ему нужно закрепить следующим сезоном это. Вопрос про нашу сибирскую кровиношку Костя Акулова. Есть ли шанс, что в следующем сезоне он может выкупить контракт и уехать, либо это нереально супер дорого и ждем 2020 года, когда Костя будет штурмовать Америку? Я думаю, что если бы Акулов, его агент, его там представители… Супер заинтересован был, то могли. Они могли это сделать раньше, потому что в этом году у Акулова все в порядке, ты посмотри, как он играет в завершении. В этом сезоне Акулов не просто, он на острее, у него крутое чутье, он прокачал действительно бросок, он летом занимался индивидуально с отцом. ЦСКА к этому отношения никакого не имеет. И, во-первых, процедура тяжелая, нужно то ли за 9, то ли за 12 месяцев писать заявление, чтобы уехать на расторжение контракта. И сейчас он не в той ситуации, чтобы что-то резко менять, нужно доработать следующий год, провести его топом, потом ехать в НХЛ. А то, что он уедет в НХЛ через год, у меня практически нет сомнений, потому что они, насколько я знаю, хотели уезжать еще раньше. Если бы его не обменяли в ЦСКА, он бы провел один или два года в Сибири и уехал бы. И им, и Кузьменко интересуются много клубов в НХЛ. Приезжал и искал Тампы, и другие контактировали с ними. Но я считаю, что Акулов сейчас, оставшись в ЦСКА, он даже пошел дальше с Кузьменко. Хотя перед сезоном казалось, что Кузьменко вырвался из этой клетки, освободился. Джанго освобожденный, а Костя будет гнить в этом клеву. Давай, что думаешь, уедет ли Демидов после следующего сезона в лучшую Лигу мира, либо будет скован узами армейского клуба? Как-то вот такая витиеватая очень формулировка. Да, и непонятно, какая лучшая Лига мира. Как-то ВХЛ. Нет, на самом деле, во-первых, надо сказать, что если посмотреть на нынешний сезон, то практически все защитники, которые уехали в НХЛ из России, они там не стали топами и не стали даже регулярными игроками основного состава. Любушкин там 6-7 защитник, Киселевич не проходит в состав, Ажиганов через раз проходит в состав. И нет вот уверенности, что топовый защитник в КХЛ сможет заиграть хотя бы на уровне 7-6 защитника. Лучше через ЦСКА пробоваться. Демидову сложно куда-либо уезжать, будь то топ-клуб КХЛ или НХЛ, потому что он гиперспецифичный игрок. Это очень неординарный защитник, но ему очень сложно встроиться в систему. Это как Кирилл Кольцов, который съездил в Ванкувер, там у него были бытовые проблемы, его там не поняли, он там играл в свой хоккей. Даже более универсальные защитники там переделывают и ломают. Не говоря уже о Демидове, который иногда напоминает садника без головы, который несется, обыгрывает один в один. И помимо всего прочего, Коля он интроверт, он очень такой мышк в себе. И опять же, это не тот человек, который найдет в раздевалке тут же друзей и наладит контакт. Ему будет сложно. Если он когда-то уедет из Сибири, хоть куда, менять для него место работы, место жительства, это стресс. И супер риски. Да. Почему Хоккейная Лига Чемпионов такая унылая? И вообще, может ли ее оживить, собственно, клубы топовые КХЛ, которые теоретически могут там же... Лига Чемпионов также не нужна КХЛ, как выставочные матчи с клубами КХЛ в Национальной Хоккейной Лиге. Мы про это говорили, но есть вопрос к этому. Почему Лига Чемпионов такая унылая, спрашивают нас? Ну, потому что мы говорим, что чемпионат мира, он не крутой, потому что там не играют лучшие хоккеисты мира. Европы. Потому что там нет не то, что игроков, которые в НХЛ играют, но и в КХЛ. И плюс ко всему та же проблема, которая есть у КХЛ, которая до сих пор есть у КХЛ. Это раздутость. Раздутость состава участников. Лига Чемпионов там полно клубов, дикая разница в классе. То есть там могут быть Карпят, Таппора, какой-нибудь Юр Гордон, топовые клубы, да? Фрилунда. И в то же время Неман Гродно, Минская юность, какой-то Кардифф из Уэльса, поляки. И, конечно, там счета 6-0, и никому это не интересно. Ну ладно. Давай. У слова на Риге и Кунлуне вроде как есть проблемы с документами на следующий сезон. На объезд в Россию, да? Ну, как я понимаю, на продление контракта с КХЛ, знаешь ли что-нибудь, могут ли кому-нибудь выстрелить? В ногу? В ногу и попросить на выход. Ну, нет как такового контракта с КХЛ, документа как такового нет. То есть они... Ну, подтвердить свою состоятельность, да? Правильно? Да. Ну, у Риги, как я понимаю, все на мази. Опять же, там Савискис, бывший КГБшник, связи с Россией, все нормально. Там Рига вне такой опасности. Кунглунь, ну вы что, с ума сошли что ли? Кунглунь исключаем сразу, полетят ракеты из Китая, для челноков перекроют все пути, да? Или Шираки нам перестал поставлять, о чем вы говорите. Нет, Кунглунь им тоже останется. Они подписывают уже игроков на следующий сезон. Они оставили канадца тренера. Но Слован, знаешь, Слован, это действительно сейчас догадка. На чем они держатся еще, да? Они обещают, что до конца марта найдут нового спонсора, найдут инвестора. Но такая тягомотина, я думаю, что она Лиге не нравится. Лига стремится к тому, чтобы как можно раньше, раньше, раньше уже формировать календарь и понимать, кто будет играть. Поэтому вот эта тягучка, вот эта жвачка словацкая, она ни к Селу, ни к городу. Давайте прощаться, подписывайтесь, читайте его. И задавайте комментарии в комментариях к блогу на Ютубе и в моем Твиттере. Всем хоккей! Бум! Субтитры сделал DimaTorzok